Идёт по плану, всё идёт по плану, всё идёт по плану. А чё-нибудь своё, божь? Действительно. Конечно, не все, но очень многие из нас пытались писать стихи, песни или что-нибудь ещё вроде того. Поэтому в этом видосе я хочу рассказать про то, как, на мой взгляд, лучше всего это делать. И прежде всего, да, писать на русском действительно сложно. Особенно после таких людей, как Есенин, Маяковский, Пушкин, да и куча прочих других очень клёвых парней. Поэтому хочу поделиться с вами своим опытом написания стихов и песен. Итак, поехали. Что же безумно бесит в русских текстах? Первое. Любовь не живёт, ай. Я не увижу, но я пытаюсь всё изменить. Отпусти меня, как ночь. Ну любит русская душа. Любовь разбитую. Сердца убиты. Страдания, боль, разочарование. Но большая часть всех этих песен, особенно наши попсы, чёрт возьми, они ужасно бесят. А почему? Да потому что они все какие-то безликие. Везде похожие сюжеты, всё как-то одинаково и одни и те же слова. В результате вся эта банальность дичайше бесит. И теряется индивидуальность твоей песни. И тут нам на помощь приходит такая вещь, как... Стори-теллинг. Что с английского означает рассказывать историю. Прочь из моей головы, наугад в темноту, с середины концерта, сквозь толпу, сквозь охрану, сквозь двери, сквозь парк, чтоб чуть-чуть постоять над водой на мосту. Прочь из моей головы, здесь и так кавардак, разбросав фотографии. Посмотрите, как мало слов было сказано. И какие большие локации, насколько детально были описаны. Прям видишь всё это, чувствуешь, и это цепляет. Лично я советую вам в текстах избегать дешёвых слов. Типа, люблю, сентябрь в огне, разбитые грёзы, ну и прочая хрень. Про неё и так уже все писали. Она всем надоела, и это кошмар. Но если ты, конечно, не хочешь, чтобы с тебя текли 14-летние девочки. А База, ты такая хлявая! Хотя кого я обманываю, все же этого хотят. Но мы-то тут серьёзные вещи делаем. Эти банальные слова убивают индивидуальность вашей песни. Примечайте несколько деталей, но важно, ведь ты же поэт. Давайте возьмём какой-нибудь супер дурацкий пример. Ну, предположим, стол, степлер, ручка, ноу. Я это сказал, и все сразу поняли, что я сижу где-то в офисе. Типа, моё рабочее место. Нет, конечно, можно было бы сказать, и я сижу в офисе за рабочим местом. Но тут я сказал и это, и даже, что на столе у меня лежит. И даже практически кем я работаю. Я чёртов планктон. И это работает в большинстве случаев. Да, конечно, есть ситуации, когда можно сказать лоб, можно мазнуть так неаккуратно, типа сказав там осень или что-то типа того. Но в основном лучше всё детализировать и брать что-то важное, характеризующее всю обстановку в целом. Тогда можно очень красиво пририсовать все сюжетные линии, описать характеры героев, хорошо описать обстановку, в которой всё происходит. И именно тогда ваша история раскроется и будет полноценной. И это будет цеплять, чёрт подери. И это был мой первый ролик про то, как нужно писать тексты. С вами был Вархил Гонзарев. Пишите хорошие тексты и избегайте банальностей. Всем peace!